Я Любовь Владимировна Асеева, теперь чувакрячка. Я сестра Петра Владимировича. Вы, пожалуйста, расскажите, каким вы его запомнили в детстве. Какой он у вас был? Он же вроде спортивный такой парень-то был, да? Он уже даже с детства. Это старший мой брат. У нас их пять братьев и три сестры было. Многодетная колхозная семья. Папа трактористом всю жизнь. Мама, ну, колхозница. Вот. И как-то с детства любили и спорт, и бегали, то есть и прыгали. Учились в школе. Он вообще отличник был. Он грамотный. Он на ходу решал какие-то задачи, какие ему задавали. Вообще наша семья очень хорошая. Он у вас старше был, да? Он старше. Он рожден 20 июня 1930 года. А вы его боялись или уважали? Как его? Нет, уважали. Уважали, да? У нас никогда никто не дрались. Как-то вот с уважением друг к другу относились. А вы помните, когда его назначили директором? А я помню. Он в 1947 году закончил Новопокровскую среднюю школу. Можно сказать, с хорошими показателями. И сразу поступил в Магнитогорский металлургический, горно-металлургический институт. Закончил его там. Его, ну, по направлению отправили в садку Челябинской области отрабатывать. Потом он приехал уже в Новотроицк и устроился, ну, как бы его просили даже возглавить вечернее и дневное отделение металлургическую техникум, который находился на парке. Вот. И вот 11 лет он отработал директором этого техникума. Ну, он даже вот это вот, НПК, принял участие, разработал, что все построить надо новое здание. Тогда еще в Тузе называлось улица, помните? Да, 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 да. И вот он потом здесь уже работал до конца, до, когда ему исполнилось 72 года, он тяжело заболел. А, ну, все это не нужно. Все. А спортом он занимался, можно сказать, с детства. Особенно волейбол, шахматы. Он был отличный и шахматист. А волейбол он здесь не то преподавал, а был играющим тренером мужской и женской команды и города, и техникума. Вообще он замечательный и семьянин, и товарищ, и друг, я считаю, во всех отношениях.